Ну и у нас гость, это Холопова Светлана, мастер керамической флористики из города Петропавловск, Республика Казахстан. Что такое керамическая флористика? Вообще керамическая флористика подразумевает лепку цветов из различных полимерных глин. Сейчас покажу, как делать розу. Хорошо, давайте. Для этого мы возьмем базовый. Розовый будем вот без этого делать. Базовый цвет глины белый используем. Держите. Вам. И вам. Уже приятно. Вот просто в руках держать. Приятно играть. Можно уже ничего не делать. Добавим немножечко цветной глины. Замесить? А, мы это должны перемешать. И вот так вот перемешиваем. То есть вот таким вот образом вы добиваетесь необходимого цвета? Да. Нам надо разделить глину на 5 одинаковых колобочков. Итак, ребят, берем колобочек, раскатываем его на ладошки, расплющиваем вот так ладошкой. Теперь берем большой пальчик и вот так вот раскатываем. Делаем лепесток. Формируем конус. Вот чтобы внизу было шире, а вверху уже. Берем следующий лепесток. Делаем то же самое. Делаем то же самое. Берем теперь конус, вот так вот берем конус, прикладываем лепесточек, прижали вот на одном уровне. Марин, на одном уровне. И вот так обнимаем вот так. Берем следующий шар, прижали и вот так вот обнимаем. Итак, ребята, нам надо из 5 колобочков сделать 5 лепестков. У нас получается бутон. Мы сейчас возьмем нашу глину, которую мы отложили в сторонку. И примерно такого же размера отщипнем 3 колобочка. Прикладываем наш лепесток и так же обнимаем. И так же, да? Получается вот такой бутон. И сейчас мы сделаем последние 5 лепестков, чтобы у нас получилась большая роза вот такая. Последние лепесточки крайние немножко лепятся по-другому. То есть мы так же раскатываем шар, расплющиваем его ладошкой, пальчиком. А затем нужно вот так вот перевернуть и слегка согнуть ладошку, вот сюда носки положить и сделать вот такое вот небольшое углубление. Теперь берем первый лепесточек. Смотрите, нажимаем только в нижней части и формируем вот так вот верхнюю часть цветочка. На одну четверть закрываем первый и вот так вот прикрепляем. У меня получается лучше, чем у вас. Так, и последний лепесточек, ребята, прячем под первый. Вот. Главное правильно ее высушить, чтобы он не деформировался. Для этого из обычных салфеток делается специальный бумажный стаканчик. И цветочек ставится как формочку, вот. Чтобы он нигде не замялся. И через 24 часа, да, его уже можно использовать либо как брошь, либо как заколочку. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях был мастер по керамической флористике, правильно я называл? Да. Светлана Холопова, город Китропавловск, республика Казахстан. И вот это мы сделали своими руками. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.